Доброе утро, моя милая жена, 31-я глава, перевод и озвучка Хана Хитзуая. Всем приятного просмотра! Школа Су Миянь Миянь, пройдёмте со мной в кабинет. Да. Су Миянь Миянь, почему ты ещё не заплатила за одежду для нового семестра? Да. Учитель, моя форма новая, и мне нет нужды покупать ещё одну. Каждый в твоём классе заказал новую. Кроме тебя, ты пытаешься разрушить имидж школы? Серьёзно, кому-то вроде тебя не следует учиться в Эттоне. Посмотри на себя. Твои результаты оставляют желать лучшего. Также дорогая стоимость обучения. Я говорю это для твоего же блага. Бедные люди не должны обучаться в Эттоне. Ты не должна учиться в школе и увеличивать время для твоих родителей. Как она смеет возиться с дочерью заместителя директора? Это то, чего ты заслуживаешь. Я говорю с тобой прямо сейчас. Ты слушаешь? Ты вообще знаешь, что такое уважать учителей? Такая необразованная девушка. Как твоя мать учила тебя. Совершенно необразованная. Ты можешь говорить всё, что захочешь. О! Только не о моей маме. О! Ох! Отпусти меня, Су-Ми-Янь-Ми-Янь! Помогите! Убийца! Су-Ми-Янь-Ми-Янь собирается убить меня! Кто-нибудь, уберите её от меня! Су-Ми-Янь-Ми-Янь, остановись! Как ты можешь набрасываться на своего учителя? Отпусти меня! Ты... Ты... Я заставлю директора исключить тебя! Я позвоню твоим родителям сейчас же, чтобы они немедленно забрали тебя домой. Декан, вы знаете, что она только что сделала? Она повалила меня на землю! Родители... Есть ли ещё кто-нибудь, кто готов прийти за мной? Так себя вести в таком молодом возрасте? Это один из родителей Су-Ми-Янь-Ми-Янь? Такая сильная харизма? Это вы тот, кто звонил мне и бросил приехать? Дядя, почему ты здесь? Не бойся, я здесь. Вы родственник Су-Ми-Янь-Ми-Янь? Я её опекун. Э-э-э... Когда дядя стал моим опекуном? Я не замечала, но связь между мной и дядей с каждым днём становится всё глубже и глубже. Поскольку вы её опекун, то я скажу прямо, я работаю учителем уже 20 лет, и я никогда не учила таких людей, которые нападают на меня в общественном месте. Ты в порядке? Всё хорошо. Вообще-то, это ты на меня напала. Господин, из-за вашего бездействия по отношению к Су-Ми-Янь-Ми-Янь, она не уважает старших. У вас с этим проблема? Президент Хоуа, почему вы не сказали, что бредёте сегодня? Ректор? Ректор, почему вы здесь? Заткнись и стой в сторонке. Дайте мне знать, если я могу чем-то помочь. Господин Хоуа, не нужно вам лично приезжать сюда. Тогда скажи мне, как мы должны уладить это? Это маленькое недоразумение. Мы просто немного пообщались с Су-Ми-Янь-Ми-Янь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok